Немного о разных инструментах самообороны. Чисто пройтись по списку. Здесь не будет газового баллончика, потому что я считаю, что это, в принципе, вещь очень ограниченная. И, хоть они у меня есть, одна штука, чисто ради ознакомления, не пользуюсь. Ну, фонарик. Хороший фонарик является отличным средством самообороны, ну, что позволяет понять, что где. И, одновременно, если сделан из хороших материалов, например, алюминия или титана, может быть, еще и ударным инструментом. Клинок. Здесь чисто просто пример. То, что у меня было на столе. Является хорошим средством самообороны. Чем больше самообороны, чем нападение, потому что, в принципе, чтобы нападать с клинком, нужно уметь им пользоваться. Более-менее. Не обязательно, но в большинстве случаев. Но также при короткой дистанции нож, клинок или тому подобное является в многих случаях быстрее и эффективнее огнестрельного оружия. Разнообразные пластиковые инструменты, в том числе не боевые, но сделаны из хорошего материала. В данном случае вот такая вот вещь от Skull Steel предназначена, в принципе, для метания. Она с тем же успехом может быть частичная режущая. Видите, три режущих поверхности. И колющая. Неударная. Просто всякие инструменты боевых искусств. В данном случае это куботан. Годится, если вы умеете им пользоваться. Ну и, в принципе, как просто ударный инструмент. Ударно-проникающий. Но и самая интересная вещь, которая на столе, это тактическая ручка, которая может как писать, которая может в данном случае показать вам немножко дорогу, посветить. и одновременно является ударно-проникающим инструментом, потому что сделаны из металла. Так, это, конечно, не получилось звука. Так что вот просто вещи, которые оказались у меня на столе. И решил немножко о них рассказать. Все, спасибо.